Приветствую вас! Я отвечу вам на вторые вопросы, т.е. на второй и на третий вопрос полностью. Вот. А по поводу первых вопросов я скажу, что осознанные сны это очень такая веселая техника для изменения состояния человека, но, по сути, все это замещение одним другого. Т.е. все это работа, по сути, по обману, обману самого себя. Вот. И если говорить о том, что делать в этом состоянии, да, чтобы улучшить жизнь, то, грубо говоря, изначально ориентир делается на замечание своих ощущений, и притворение этих ощущений в жизни, потому что во сне это работа подсознания. Вот. Но, в рамках, во-первых, онлайн, и, во-вторых, в силу природы сновидений, делать это очень опасно для здоровья. Вот. Так. Второе. Ищу друга из пси-сообщества. Мне кажется, это позабавило. Позабавил меня этот ваш вопрос второй. Ну, даже не вопрос, а, не знаю, поиски такие. Да. Вы ищите друга из пси-сообщества. Как? Каким образом? Т.е. если я буду вашим другом, я не буду психологом. Вообще никак. Так. Психолог – это работа. Если я буду вашим другом, я не психологом. Ваш устроит? Такой расклад. Далее. Что значит «ищу друга»? Вы, вроде, взрослый человек. Здесь тоже достаточно взрослые люди. Чтобы быть друзьями, нужно что-то объединяющее. Да? Нужно время. Нужен мотив какой-то. Нужен стимул, стимул, чтобы общаться друг с другом. Но именно как друзья. А для этого нужны точки соприкосновения. Вот. И я не очень понимаю, по каким критериям вы будете выбирать друга. Опять же, приведу пример. Да? Если, допустим, речь обо мне... Вот вы говорите Андрей, допустим, я выбрал, ладно, да, и вы, ну, типа, чтобы вы стали моим другом. Но это не работает так. Т.е. люди не говорят «всё, мы будем дружить». Люди общаются, потому что им интересно общаться. И я полагаю, чтобы понять, кто может быть вашим другом, а кто нет, вам нужно сперва с человеком пообщаться. И поскольку вы находитесь на психологическом сайте, на сайте, где люди работают, а не ищут друзей, то, на мой взгляд, оптимальным вариантом является только такой. Вы считаете профили экспертов, да? Потом ищите этих людей в социальных сетях, пишите ими, начинаете взаимодействие. Не как психолог и клиент, а как равноправные люди. Ну, в смысле даже не равноправные, а скорее как, скажем так, свободные индивиды. Вот. Только так. Есть ещё один вариант, согласно которому вы можете провести несколько платных консультаций. Если вам понравится общение с человеком, то вы можете предложить им общаться бесплатно, ну, на абсолютно свободной и непринуждённой нотике, да, в абсолютно свободной и непринуждённой форме, значит, просто в свободное время. Вот. Вот так вот. Вы говорите, вы даже второй тип, который любит и служит. Хорошо. Буду рад знакомству и общению с человеком из данного сообщества. То есть, вы предполагаете, что психолог будет вам другом. Не знаю, то ли здесь такой заказ по то, чтобы получать бесплатные психологические услуги, то ли здесь какая-то ещё идея, корни которой мне неведомы, но... Друг не будет вам психологом. Запомните это, пожалуйста. Поэтому неважно, из какого сообщества будет друг. Тем более умные люди, я себя таким не считаю, то вы об этом пишете в каждом вопросе, что вы умные. Вроде бы я не говорил, что вы умные, хотя... Вы ей пишите грамотно. Ну, по крайней мере, те вопросы, на которые я отвечал, вы писали грамотно, и в этом плане вы выигрываете. Вот. То, что вы себя умным не считаете... Ну, мне кажется, вы здесь лукавите, потому что некоторые ваши сообщения, вопросы... Говорят о том, что вы себя как раз таки считаете самым умным, потому что... Потому что... Так вы выстраиваете своё поведение и отношения с людьми, я вам это покажу. Покажу в процессе ответа прямо на этот вопрос. Ну, вот на этот текст я имею в виду. Вот. Вы пишете, более умные люди найдут общий язык на любую тему. Согласен, для умных людей нужен стимул. Понимаете? Нужен стимул общаться. Потому что умные могут... Умные люди могут быть умными людьми, но у них уже есть друзья. И нужен какой-то стимул, чтобы общаться с человеком. Ещё одним. В свободное время. Вы занимаетесь интернет-маркетингом. Ну, здорово. Не знаю. Какое-то имеет отношение к психологам. Мне кажется, те люди, которые работают психологами, они точно не занимаются интернет-маркетингом, потому что это абсолютно разные сферы из разных абсолютно областей знаний. Вот. Дальше. Мне бы хотелось, чтобы те, кто нацелены на длительную работу со мной в качестве психолога, нет. Это неправильная формулировка. Не те, кто нацелены, а вы должны быть нацелены на работу. На работу с кем-то. Потому что, опять же, приведу пример. А я? Я, допустим. Я не нацелен на работу с вами, потому что работы с вами попросту не было. По факту. Я с вами не работал. У нас нет вашего запроса. Мы не сформировали ваш запрос именно в личной, индивидуальной беседе. Соответственно, я не нацелен на работу. Я не нацелен. Нацелены вы. Здесь я согласен с коллегой своим в том, в том контексте, да, то он говорит, что вот ответственность, разделение ответственности, здесь я согласен с ним. Так, дали мне Tripwire. Своё бесплатное время, за которое вы любым способом смогли бы меня убедить работать с вами на протяжении длительного времени. А как вы себе это представляете? Вот. Демонстрацию навыков. Это как? Ну вот, например. Работаю я, допустим, в транзактном анализе. Например. Да? И понимаю, что вы играете со мной в игру. В какую-то, ну вот, за время бесплатного диалога. Вы играете со мной в игру. Я вам говорю об этом, о том, что вы со мной играете в игру и что у этой игры есть психологический аспект. Вы мне говорите, нет. Это не так. И всё. И всё заканчиваешь. Понимаете? Что? Или, например, если я работаю в психоаналитическом ключе. Я говорю, что у вас вот то, что вы соревнуетесь с мужчинами, да, например. Ну, допустим, со мной вы будете соревноваться, как-то спорить. Это насчёт обиды на отца. Допустим. А вы говорите, нет. Ну, нет обид на отца. На отца. И всё. И вот вы, по сути дела, увидели, что психолог вам, ну, я не знаю, либо не подходит, либо что-то решила и так далее. Вот. Это помимо того, что Борис написал. С ним я в части инфантильности и переноса ответственности также согласен. Также. Но есть и другой момент. Есть и другой момент. Вы говорите, что я должен убеждать вас работать со мной на протяжении длительного времени. Это как? Вы говорите, что я крутой? Вы говорите, что я самый лучший? Я говорю, что у меня вот столько-то отзывов, столько-то, значит, техник, которыми я владею, направлениями психологическими школами и так далее. Так что ли? Вы понимаете, Антон? А психолог выбирается человеком по его интуиции. То есть вам должно быть приятно. Человеку. Вам должно быть комфортно. Человеку. Просто, ну, комфортно. И... Вам нужно желание работать над собой. То есть дело не психологи. Понимаете? Это не мы работаем с вами. Это вы работаете с собой, с нашей помощью. Понимаете, какая история. Это, опять же, вот граница ответственности. Да? Возникает. Ну и, соответственно, понимаете, вы пишите любым способом могли бы меня убедить работать с вами. Простите, мне что, синтажировать вас? Или на жалость давить? Или что? Ну, я не знаю. Это, опять же, довольно-таки странно. Вот. Обычно, когда ко мне обращается клиент, я рассказываю клиенту, какие у него проблемы, да, исходя из его ситуации. И, соответственно, предлагаю ему выбрать, что он будет делать. Клиент выбирает, мы с ним работаем. Всё. Иначе этот поток вопросов никогда не остановится. Это не наша ответственность, это ваша ответственность. А через некоторое время вы перестанете понимать половину слов в тексте вопросов. Опять же, это не наша ответственность, а ваша. Вы сами не хотите, чтобы... Эм... Ну, чтобы... Вас поняли. Вы сами не хотите сблиняться. Вы постоянно ставите барьеры, все новые, новые, новые барьеры. Вот. Есть такая игра, психологическая называется, я же старался. Посмотрите. Посмотрите. Еще есть игра психиатрия. Мне кажется, это... Отчасти к вам относятся. Ну, и дальше вы отвечаете моему коллеге. Значит, я начинал работать с шестью психологами за последние пару месяцев. Эм... Опять же... Начинали работать. Эм... Вот. Знаете. Человек, который... Говорит, что он начинал работать, а не работал. По сути, человек не хочет работать. Поэтому. Потому что... Вы либо работаете, либо нет. Нельзя начинать работать. Так. Эм... За последние пару месяцев, большинство, не все нацелены срубить бабло за первую консультацию. Эм... Может быть. Может быть так. Может быть так. Может быть так. Но опять же, говоря о себе, я могу сказать, что я не нацелен срубить бабло за первую консультацию. Эм... Опять же, я не понимаю, какое отношение эти шесть психологов имеют ко мне и к тем, кто ответит вам на ваш вопрос. Ну вот. Но... Я не нацелен. У меня есть сумма. Сумма. Я никого никогда не заставляю с собой работать. Есть проблема. Человек обращается с этой проблемой. Из этой проблемы мы формируем запрос. И над этим запросом работаем. Как? Это уже вопрос. Другой. Почему бы тому, кто уверен в своих навыках, не показать их, потратив 15-20 минут времени? Но опять же, интересно, как это происходит? По-вашему... 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 Мнению. Как? Или вы серьезно полагаете, что... Демонстрация навыков психолога... Среднее демонстрация навыков... Ну, не знаю... Программисты там и так далее. Вы серьезно так считаете? Если да, то вам психолог не нужен. Если да, то вы не готовы к работе в принципе с психологом. Если вы считаете, что это не так... Если у вас есть проблема... Ну, какая-то проблема ваша... Вы ее изложите, эту проблему. Да? Вот. И... Я... Расскажу свое видение решения этой проблемы. Тем самым продемонстрирую свои навыки. Варианты решения проблемы. Если так, то пожалуйста. Хорошо. На здоровье. Да, я готов. Так, я готов. Была... Так же... Была даже такая ситуация. Человек взял 3200 за час работы. Я по-дробному это сказать дал ТВ. Он сказал, типа думайте позитивно, а потом о погоде начал общаться. Ну, Антон, во-первых, я понимаю вас. В том смысле, что действительно некоторые психологи... Общаются о погоде. Это первое. Второе. Больше всего меня смутило ТЗ. Что это за ТЗ? Что вообще есть ТЗ, Антон? Почему вы даете психологу ТЗ? Это... Я могу дать домашнее задание вам. Это я могу установить программу. Коррекционную программу для вас. Но ТЗ мне не даете. Потому что... Я... Вы описываете свою проблему, которая вас действительно волнует и которую вы хотите решить. Я формирую способ решения этой проблемы и мы в этом направлении работаем. Более того, я могу отринуть ваши проблемы. Могу сказать, что это не проблема, это не запрос. Запрос в другом, более глубже. Мы работаем над этим. О каком ТЗ вы говорите? О каком ТЗ вы говорите? В психологической это работе. Эээ... Честно, уже стал просаживать деньги и время на бестолковые разовые консультации. Ну, я не знаю, вы выбираете таких психологов, видимо, больше мне сказать нечего. Эээ... Из шести человек никто не предложил никакого сценария продолжения работы. Такое ощущение, что 90% данного сайта выучили несколько цитат из психологической литературы. И на этом всё. Эээ... Антон. Я думаю, что вы судите людей. Я думаю, что вы судите тех, кто занимается психологией. У каждого специалиста есть свой подход. И если специалист не приглашил вам дальнейший сценарий работать, значит он не видел в этом смысла для вас. Дело не в специалисте, дело в вас. Знаете? Да вы сами изучаете психологию по ответам коллег. Я рад на вас. Мне что, при работе с вами знаниями текаться? Или мы работать будем над вашей проблемой? Вам что, методы мои важны? Или важен результат, эффект? Если вы готовы вкладываться в работу, если вы готовы предпринимать усилия, если вы, наконец, обратите внимание на себя, а не на психологов и на то, как они работают, то сразу будет результат. Понимаете? Понимаете? Вот. Вот и всё, в принципе. Только если это меня, то я вам когда-то уже свой сценарий работы давал. Вот когда в первом, ну один из этих платных вопросов я разбирал, я давал вам сценарий. Вот. Вроде бы, ну могу повторить его в любом случае. Вот. Ну есть план этого самого сценария. Я его могу вам скинуть, если что. Вот. Сценарий, конечно, такой, он. Ну он... Как бы так сказать, как бы это сказать... Мммм, типовой. Такой, типовой сценарий. Ну вот. Но, в общем и целом, это сценарий, например, для работы в трендакном анализе. Я могу скинуть вам. Это план, я план этот составлял сам. Могу не скидывать, могу просто зачитать или скинуть какие-то отдельные пункты этого плана. И каждый пункт является, по сути, это дело работой. Вот, и всё. Я не понимаю, почему 6 человек, с которыми вы работали, я не понимаю, почему эти люди, общение с этими людьми подтолкнуло вас к мысли, что, во-первых, так работают все, а во-вторых, что кто-то должен соревноваться, там всё это и так далее, и так далее, и так далее. Вот, я не очень понимаю, если честно. Так же я не понимаю ТЗ в психологии. Я не понимаю, какое отношение ваше ТЗ, которое вы даёте, имеет отношение вообще к работе психолога. Вы хоть раз где-то видели, чтобы клиент психолога давал психологу ТЗ. Хоть раз, хоть где-то. Я – нет. И если это есть, то это ненормально. Потому что это означает, что клиент не нацелен на работу над собой. Конкретно над собой. А он играет, у него игра. Игра – это защитная реакция, бег от себя, от своих эмоций. Вот так. Вот так, Антон, я думаю вам ответить на вопрос. На ваш. Что касается навыков, да, что касается StripWire, что я легко вам могу его предоставить, тем более, что на 15 минут даже в условиях сайта есть, и 15 минут можно бесплатно поговорить. Вот. Я могу это сделать легко. Но я буду это делать только так, как я это вижу. То есть вы рассказываете проблему свою, конфликт свой, и, собственно говоря, я вместо с вами формирую запрос и предлагаю вариант решения этого запроса. То есть удовлетворение этого запроса. Вот. Вот так. Другое дело, что многие люди не могут свой запрос формулировать. А если они формулируют запрос, то он неправильный, этот запрос. Понимаете? Ну, это же зависит от желания человека что-то делать. Для себя самого. Вот. Ну и если уж на то пошло, то я потратил гораздо больше 15-20 минут времени на ответ на ваши вопросы, чем... гораздо больше времени потратить. Вот. И... не знаю. То есть... то есть... навыки свои показал. Вот. Если вам не подходят они... да? Допустим. Ну, напишите... в личку, что... чтобы я, может быть, не отвечал на вопросы, тогда я не буду отвечать. Вот. Значит, зачем я время за свое трачь? Стараюсь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... ... ... ...